Попал в офицера РФ. WSJ узнал о подробности рекордного выстрела снайпера СБУ. Снайпер СБУ, ликвидировавший российского офицера с рекордной дистанции в 3,8 километра, часами сидел неподвижно в холодную погоду. Он ждал, когда его корректировщик даст команду выстрелить, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на WSJ. Я думаю, что теперь россияне будут знать, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся, заявил 58-летний бывший бизнесмен Вячеслав Ковальский, ставший снайпером, рекордный выстрел. Как пишет издание, Ковальский и его корректировщик, являющиеся сотрудниками подразделения военной контрразведки Службы безопасности Украины, СБУ, заняли позиции через реку от российской военной базы в Херсоне. При этом корректировщик рассчитывал расстояние, скорость ветра и другие факторы, предшествовавшие выстрелу, в частности, корректировщик использовал лазер, чтобы определить, насколько далеко находятся российские солдаты. Наводчик также должен был рассчитать температуру воздуха, влажность и кривизну земли, чтобы увидеть, как это повлияет на пулю его напарника. Пара нацелилась на российского офицера, дающего инструкции группе солдат. В конечном итоге корректировщик дал Ковальскому добро на спусковой крючок, сказав ему, можешь, пишет WSJ, пули из специальной снайперской винтовки Ковальского, потребовалось около 9 секунд, чтобы поразить цель. Винтовка состоит из американского ствола, японского прицела и других украинских деталей, The Journal даже опросила экспертов. Бывшие снайперы и эксперты по баллистике рассказали, что такой выстрел возможен, другие рекорды. До выстрела Ковальского самый дальний выстрел, вероятно, был произведен снайпером канадского спецназа, который убил боевика исламского государства с расстояния около 3,5 километров в 2017 году. Позже канадские военные подтвердили этот инцидент, но отказались раскрыть подробности. Считалось, что до этого выстрела рекорд принадлежал снайперу британской армии Крейгу Харрисону, убившему боевика Талибана с расстояния 2,4 километра. Напомним, недавно снайперы сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час. К тому же они не боятся близко подбираться к врагу, метко стреляя по оккупантам даже ночью. Так, один из снайперов уничтожил вражеского наблюдателя с 250 метров в районе Бахмута. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.